Всем здарова ребятки, меня зовут Павел и рад приветствовать вас в новой серии прохождения Medieval Dynasty. Как вы можете видеть, я размечаю небольшое яблоневое поле. Делаю я это для того, чтобы впоследствии поставить тропинку, вдоль которой будет у нас расти яблони. Ну или вишни, я еще не определился и хотел бы вас попросить напомнить мне в одной из следующих серий или в это и хотя бы в комменты черкануть, чтобы я не забыл перестроить тропинки. Этот совет в комментариях я увидел от пользователя с ником Ольга. Оленька, спасибо большое. Я хотел изначально построить, поставить тропинки и чтобы ходить вот так вот и вдоль слева справа, там у меня был каменный заборчик такой, вишенка там росла бы или яблонька, но совершенно про это забыл. И как оказалось, нужно строить тропинки в ориентации на стороны света, не на промежутке между ними, а вот на север-юг, на запад и восток, и тогда поля у нас встанут четко вдоль тропинки. Я про это совершенно забыл, поэтому еще раз спасибо большое. Ну а в этой серии хотел бы пройтись по основным квестам. Сейчас схожу и скупаюсь и Бублика наверно омою сразу, потому что поедем к Алвину в Гастовию и попробуем пройти хотя бы историю Алвина посмотреть. Вот. И я тут заметил, что Бублик поднимает голову, чтобы не хлебнуть воды. Как прикольно это сделано. Ну ладно, мы с Бубликом покатили, встретимся уже в Гастовии и, судя по всему, утром. Потому что время уже у нас двадцать сорок пять. Здарова, Алвин, что ты мне скажешь? Че у тебя новенького? Ничего нового, говорит на малом. Ой, Бублик, ты слишком громкий. Подожди, я тут квесты читаю. У меня сегодня куча дел, не говоря уже о том, что мой бурдюк для воды протекает. Клянусь, такое ощущение, будто он делает это специально, чтобы усложнить мою работу в этот проклятый день. Что ж, как плохо, разве вы не можете просто купить себе новый? Да, действительно, Алвин, а в чем проблема? У вас бурдюки продаются, я видел, кажется, у жены не Госта. А, Алвин говорит нам, что его бурдюк ему очень нравится, он к нему привязан, это его любимый бурдюк. Ну что ж, Алвин, чем мы можем тебе помочь? Он говорит, что к западу отсюда есть деревня, в которой живет Швея. Можно к ней сходить и спросить, починит ли она его бурдюк. Конечно, это не выглядит сложным, давай сходим. История Алвина, квест активировался и нам нужно доставить Матильде бурдюк Алвина. Награда 20 семян лука. Бублик, поехали к Матильде. Жалко, что карты без худа не видно. 894 метра и мы погнали. Да, пока я тут добирался до Гастовии, я применил настройку игры, поменял там количество дней в сезоне, сделал их 5. Было 7, стало 5. Сделал я это для того, чтобы время чуть-чуть в игре, года шли уже как-то побыстрее, потому что мы уже такой прогресс. У нас там, блин, город начался строиться, появилась первая дача, а мы, значит, до сих пор, второй год всего лишь идет у нас. Как-то не очень это весело. Надеюсь, что за 5 игровых дней в сезоне рабочие будут успевать обработать грядки. Вроде как бы, вроде как анимация сельскохозяйственных рабочих, вот этих всех, которые работают на грядках, она зависит от количества дней в сезоне, потому что если они не будут успевать отработать свою, анимацию обработать поля, то работа будет недоделанной. В наших интересах, чтобы они с полями успевали работать за сезон, поэтому 5 дней, я думаю, успеют, если не будут успевать, естественно, либо наймем побольше, либо увеличим на денек-другой обратно до 6-7. Швея Матильда. Кстати, всем привет, это я и мой осел Бублик. А ну-ка, 4 метра. Матильда, здравствуй, привет, у моего друга порвался бурдюк. Ищу того, кто сможет его починить. Я могу его починить, насколько я могу судить, это не составит особого труда, но мне не хватает материалов. Чего нужно? Кожа, да, скорее всего. Думаю, подойдут несколько кожаных вещей, эти леса полны дикой природы. Как вы думаете, вы справитесь? Конечно, Матильда, я справлюсь. Сколько тебе нужно? Ой, тут по квесту прям нужно поохотиться, да? Ну ладно, сейчас возьму лук. Где он у меня? На циферке 1, да, судя по всему. 35 медных стрел. Искал дичь, а нашел зелье мгновенного лечения, пустые винные бутылки, сидр, вишневое вино и грушевый сидр. Даже каменные стрелы тут есть, видимо, бандиты напали, обстреляли повозку, негодяи такие. Ну и вроде бы как бы вокруг больше ничего нет. Но это интересно, а сколько у нас стоит это все дела? 240-260 монет, плюс еще за бутылочку можно выручить, да? Порядка 40. Интересные дела. Так, ну один есть, второй... Ой, я промазал. Да, второй тоже есть, замечательно, требуется нож. Какой же, Паша, молодец, он не взял нож. А сколько мне нужно на... Мне нужно еще пару веток. Хорошо, что все есть под рукой. Блин, почему-то до этого момента я думал, был уверен, что с кабана мы получаем мех, а не кожу. Почему я был в этом уверен? Я думал, что с оленем мы получаем кожу, а с кабана мех. Здравствуй, Матильда, твое задание выполнено, вот тебе твоя кожа. Должно быть и правда было много работы. Он очень дорогой друг, не так ли? Алвин-то? Ну, кореш, да, шляпа у него классная. Я просто люблю помогать нуждающимся. Кожаный мешок для воды принадлежит Алвину, фермеру из соседней деревни к востоку отсюда. О, я его знаю, говорит нам Матильда. Он хороший парень, вот и бурдюк совсем как новенький. Передайте ему от меня привет. Договорились, Матильда, спасибо за помощь, я пошел сдавать квест. Бублик? Представь, что ты гоночный болид, а не осел, и давай поехали. Блин, ребятушки, это, конечно, близко к Гастовии и все дела, но вы посмотрите, какой здесь пятачок красивый. Я бы хотел здесь дачу, однозначно. Такое уютненькое местечко, его можно тоже с заборчиком обнести. Высоковато. Но почему бы и нет? Здарова, Алвин, я принес тебе починенный бурдюк. У меня для тебя хорошие новости, забирай. Спасибо, говорит нам Алвин, это очень ему поможет. У меня есть семена лука, вот, может пригодиться. Мы получаем семена лука, классно. Не было ли у нас особых сложностей с просьбой Алвина? Да нет. Ой, а у нас только один вариант ответа. Посмотрим, у швей не было кожи, чтобы починить бурдюк, поэтому мне пришлось выслеживать зверей, чтобы добыть нужная легкотня. Ну, да, согласен. Значит, вы можете создавать инструменты и охотиться? Вы действительно потрясающие. Ой, да брось, я этот нож из палок и камней под ногами собрал. Че ты... Моя мама всегда умела обращаться с луком и копьем. Она с ранних лет брала меня с собой на охоту. Алвин нам завидует, его отец научил только тому, как возделывать поля. Ну, хорошо. Помни, что в конце концов мы сами определяем свою судьбу, и после этой пафосной фразы нужно уходить. Получаем 20 семян лука, чуть-чуть репутации, и дождитесь следующего дня. Серьезно. Блин, а че? У тебя мысли созреют только завтра? У нас еще есть квест основной, Юнигост, который нам дает. Пуру-пу-пу. Давайте пока его возьмем, пока Алвин там созревает, нужно поговорить с Самбором. Это кто такой? И куда это? Ой, это прям вот в эти лесные дебри. Интересно, я там еще не был. Поехали, Бублик. Вот, ну что. То есть тут охотник на удаленке такой, да? Два дома у него. Один жилой, второй охотничий, судя по всему. А где сам Самбор? Блин, прикольно. У него вот тоже декор надо взять на заметку. Он дрова тут раскидал, топорик положил. Ножи еще можно, да? Ага, цветы в корзинке. Ну, доски, понятно, стандартный игровой декор. Вот бочки бы, блин, научиться ставить друг на друга. Жалко, разработчики не доставили нам возможности такой. Ну и что, где есть Самбор? Самбор в соседнем доме, да? Здорово, мужик. Как твои дела? Ух ты, у тебя еще и одноглазый. Я думаю, ты заблудился, мальчик. Извините, я не хотел. Раз. Что? Погодите-ка, посмотри мне в глаза и хватит вздрагивать от громкого голоса. Чернота, синь, да вы родня Иордана, верно? Да, меня зовут Росимир. Тогда вы должно быть Самбор. А откуда вы это знаете? Я разговаривал с Юнигостом. Он сказал мне, что вы тоже были участником напоминаний. Часть чего сейчас? Шайка та, что с Юнигостом и Иорданом. Ты вообще в курсе за нее, Самбор? По-моему, ты должен быть в курсе. Я никогда не слышал такого идиотского имени. Ну да, такой себе названец, конечно. Ну извини тогда, может ошибся, пойду. А, нас называли Бессмертный Кулак. Чего? Какой Бессмертный Кулак? О чем ты говоришь? Это же еще хуже, да, Росимир, я согласен. Неважно, что вы знаете, что вам... Вам что, 12? Да нет, вообще-то, по-моему, уже 19. Обычно я начал спорить с вами... Ох, какой... Блин, я вот только по истории Алвина подумал, что может быть все-таки нормальная локализация. А тут как-то надо сначала читать про себя, а потом выкручиваться и выдавать вам информацию. Ну, обычно я начал спорить с вами по этому поводу. Начал бы. Обычно я бы начал спорить с вами по этому поводу, но боюсь, что вы помрете во время этого спора, старик. Не знаю, уместно ли такое обращение в конце, конечно. О, есть кое-что, что я бы с радостью пнул. Так что разумный выбор сопляк. Какой-то у них нелестный разговорчик-то наклевывается совсем. В любом случае, я бы хотел услышать рассказы о моем дяде и приключениях Шайки в целом. Ну, давайте послушаем. Удивительное совпадение, потому что я хотел бы проводить время, рассказывая старые сказки у потрескивающегося костра. О, боже, правда? Нет, покиньте мою территорию и забудьте дорогу сюда, говорит нам сам Бор. Ой, ну, давайте попробуем его поумалять, что ли. Тем более, другого варианта у нас нет. И скажем ему, да ладно, это займет всего мгновение, миг, секунды, честное слово. Просто скажите мне, каким был мой дядя, как вы стали частью Бессмертного Кулака и что именно вы делали в Шайке. Сам Бор с удивлением спрашивает нас, неужели мы не знаем, чем они занимались. Ну, скажем ему, что Юни Гост еще не дошел до этой части, хотя, по-моему, их занятия очевидны вполне. Ладно, но молчи и постарайся меня поменьше бесить. С чего начать? Да, все началось, когда Иордан покинул свой дом. Если я правильно помню, ему тогда было 18. Этот умный парень всегда был слишком большой рыбой для болота, где он родился. И он это знал. Удрал, как только смог. Но сообразительность в таком юном возрасте всегда означает две вещи. Высокомерие и вспыльчивость. Его план состоял в том, чтобы отправиться в большое приключение. Вот и все. Достаточно подробно, да? Такой путь вымощен скелетами юных глупцов. Но никто из них не был Иорданом. Не его путь. Он странствовал дни. Вскоре дни превратились в недели, а его запасы в пыль. Он был никаким охотником, по крайней мере тогда. Так что ягоды и грибы – это было все, что он мог добыть. Очевидно, ему нужны были деньги. Он наткнулся на усадьбу с такими огромными садами, что они казались океаном. И Иордану удалось найти какую-то работу там. Прошла неделя тяжелого труда, его руки были в волдырях, кожа красная от палящего солнца, колени пульсировали от боли. Он был измучен тяжелой работой, которую он проделал. С улыбкой на лице пошел к хозяину поместья за своей платой. Его желудок уже предвкушал те восхитительные угощения, которые собрался накупить Иордан. И все это было уничтожено скупой рукой владельца, в которой лежала пара паршивых медиков. Иордан был зол. Договоренность о плате, которую он должен был получить, была нарушена. Он начал орать на господина, требуя справедливости. Но крестьяне были для господина лишь мухами, отвратительными, легко заменимыми насекомыми. А что делать с мухой, которая слишком громко жужжит? Он хлопнул обеими ладонями по ушам Иордана, как волк хвостом. Иордан, оглушенный, упал на землю, и стража лорда выбросил его из поместья, как мусор. Но при этом он успел нахватать с собой несколько жалких монеток. Лишь к вечеру к Иордану вернулся слух, и вместе с ним пришла горячая мысль. Мысль о мести. Десять лет спустя, когда я его встретил, вождядя был весьма опытным бойцом. Но тогда он не был таковым. Он знал, что охрана прикончит его, как только он приблизится. Поэтому ему нужно было отомстить как-то иначе. Иордан всегда был амбициозен, но эта ненависть, как ничто, прежде подпитывала его. Так, Росимир спросил у Самбора, что дальше? И Самбор нам отвечает, а дальше то, что ваш рассказ стал для меня невероятно скучным. Убирайтесь вон. Ну, ни за что, вы не можете меня вот так бросить. Давай, да расскажи побольше-то, Самбор. Я могу делать все, что я хочу. Катитесь, у меня есть дела. Ну, давай тебе поможем, а? Самбор вручает нам лопату и велит собрать глину позади его дома. Сходите и накопайте для меня немножко глины. Хорошо, Самбор, ух ты старый, блин, пройдоха. Ну-ка, давай сюда лопату свою. Сейчас я тебе тут всю глину раскопаю. Черт, это... Сколько надо глины? Пять штучек всего? Ну, пять штучек-то это немного. Это... Всего пара залежей глины. Блин, приятно было читать историю Самбора, но, если честно, не очень я понимаю ответы Росимира вообще. В принципе, может быть, это грехи локализации, но... Ой, а это что такое? Странная оленя фигурка. Ой, я хочу взять ее. Ой, и тут оленя фигурка. Ой, и тут... Ой, и тут еще? Вон, тоже смотри. Вот еще. Ой, а тут прям много фигурок. Странная оленя фигурка. Круто, вот это декор. Девятнадцать штук. Винная бутылка, винная бутылка. Кто-то тут строгает, что ли? Так, а тут еще глина есть и лопата. Забираем, продадим, почему бы и нет. Блин, фигурки, а че... С ними квест какой-то связан? Что за фигурки? Так, Самбор, выходи. Я тебе принес глину. Рассказывай дальше. Итак, как я уже сказал, Иордан тогда не был хорошим бойцом. У него не было ни денег, ни связей. Но у него было кое-что другое. Необычная способность. Понимаете, с ранних лет Иордан был исключительно хорошим лжецом. Никаких потных ладоней, никаких срывов в голосе. Спокойное, ровное дыхание и постоянный зрительный контакт. В конце концов, ему удавалось справиться с любым давлением, даже в самых безумных ситуациях. Но изначально все было не так. Он не чувствовал себя дискомфортно, лгав. Вообще, для него это было так же естественно, как дышать. У него не было никакого раскаяния. Чтобы справиться с господином, он придумал план, настолько глупый и нереалистичный, что трудно поверить, что он сработал так идеально. Сначала он убедил портного из соседнего городка сшить ему целый комплект одежды, достойный самых богатых дворян. Тончайшие ткани, шелковые нити, что угодно. Ужасно дорого. Так как же он смог себе это позволить, спросите вы? Все просто, он за это не заплатил. И он таки украл, что ли? Я такого не говорил, Иордан не был вором, по крайней мере не в традиционном значении этого слова. Кроме того, разве я закончил чертовую историю? В своей новой одежде он отправился в замок короля того королевства и вошел в него. Рассимир сомневается в этой истории и говорит, что это просто невозможно. Попутно упрекая Самбора в том, что история выдумана. Самбор охмеляется и говорит, вы абсолютно правы, это так. Безумно даже думать о том, чтобы это осуществить. Но Иордан, он просто сделал это. Я не виню вас в том, что вы сомневаетесь во мне. Блин, я бы первому сомнился в подобном, если бы не видел, как он делал это сотни раз, собственными глазами. Как бы то ни было, он вошел прямо в замок. И как только он оказался там, он выполнил свой план. Что же он сделал? Уложил в постель его жену? Чью жену? Короля? Король, чувак? Королеву, что ли? Да? Подожди, а он же хотел отомстить господину Самбору. Нет? Можно ли уточнить? Вот Рассимир спрашивает. План состоял в том, чтобы попасть в замок и возлечь с королевой? Именно так. Вы были правы, это самый бессмысленный идиотский план, о котором я когда-либо слышал. И я согласен. Я вам говорил, но все сработало отлично. Я все еще не понимаю, что сработало, чего он этим добился. После занятий любовью он оделся, намеренно оставив нижнее белье на прикроватной тумбочке, и сказал королеве, что скоро вернется с напитками. Затем он подошел к одному из королевских стражников, и сказал ему, что он видел королеву с компанией незнакомого человека, пробирающегося в одну из комнат. Вбежал охранник и стал свидетелем обнаженной королевы в постели, рядом с которой лежала мужская одежда. Как верные слуги, стражники доложили об этом прямо королю, который, как вы, наверное, догадываетесь, пришел, мягко говоря, в ярость. Он не мог по-настоящему наказать свою жену, это было гибельно для его репутации, но он мог преследовать ее любовника. К несчастью для него, в этот момент Иордан уже давно смылся из замка, верхом на красивой гнедой кобыле, которую он позаимствовал на конюшне до заката. Видите ли, король не поймал грязного соблазнительно, но это не значило, что он не мог выследить его и найти. Для этого единственным следом, по которому он мог идти, было нижнее белье и приятное воспоминание для королевы, его имя. Конечно, не настоящее имя. Когда он представился королеве, он использовал имя Сады Господня. Он использовал имя этого, блин, мужика, который ему не доплатил. Вот хитрый гусь. Да-да-да, точно, мы все правильно поняли. И это невероятно, голова лорда, должно быть, довольно быстро покинула компания его тела. Его не убили. Это было не в стиле Иордана. Королева умоляла сохранить ему жизнь, поэтому король бросил его в темницу, где он провел все оставшиеся дни. И восхищение от Росимира, Иордан был просто восхитителен, и все это благодаря его смекалке и речи. Он определенно показал господину, что тот не должен был поступать с ним плохо. «Не поймите неправильные его причины», — говорит нам Самбор. Иордан не прошел через все это только из-за того, что с ним сделал господин. Видите ли, господин был жестоким, беспощадным зверем. Он плохо обращался со всеми своими подданными. Убивал ради забавы, насиловал ради спорта. В народе его называли прачкой, потому что одной из его привычек было топить своих ублюдков в озере сразу после рождения. Как нежелательных котят, господи, какой ужас. Иордану нужно было его остановить, и он это сделал. На это еще не конец истории. После поимки лорда кто-то должен был занять его место. У него не было законных преемников, но затем, невероятно вовремя, появился дальний родственник лорда, очаровательный юноша с разноцветными глазами. Да ладно, серьезно? То есть Иордан его не только переиграл и уничтожил, а сделал это дважды. Вы должно быть шутите, Самбор. Прям так? Было? Он легко... да? Он легко завладел всем имуществом осужденного родственника, но Иордан хотел не этого, не для себя. Поэтому он взял из казны всего три мешка с монетами, а все остальное оставил в руках крестьян. Они были в восторге. Я могу вам сказать, что ему до сих пор там поклоняются. Да, и еще одно. Почему три мешка, спросите вы? Давай послушаем, почему. Все просто. Один портному, другой конюху, у которого он взял лошадь, и третий ему самому. Ровно столько, сколько ему по праву полагалось за работу в саду. Я же говорил вам, что Иордан не вор. И все. Он сел за свою прекрасную кобылу и покинул королевство в поисках приключений. По крайней мере, это то, что он нам сам рассказывал. Так что все это может быть и правдой. Но именно так с Иорданом все и происходило. Теперь я понимаю, о чем вы говорили с Юнигостом. Он действительно кажется сюрреалистичным. Я никогда не встречал никого похожего на него. Не поймите меня неправильно, у него были свои недостатки на то, что он мог делать. Его язык даже не был серебряным. Он был сделан из чистого золота. Но подождите, Самбур. Вы же не сказали мне, в чем была цель бессмертного кулака. Нифига себе, Росимир, ты вектор истории меняешь. Ну давай спросим. О, я думал это было очевидно. Ну да, действительно. В этот день родилась миссия Иордана. Он знал, что такая порченная, гнилая элита рассеяна по всему миру. Высасывает жизнь и достоинства из трудолюбивого простого народа. И что он способен их остановить. По крайней мере, в какой-то степени. Этим он и занялся. Свержением порченных правителей и возвращением богатств народу. Он похож на героя. Настоящего героя. Ну, это не совсем было похоже на героя. И Самбур замешкался. Видимо, он не знает, что конкретно он имеет в виду. И как же ты попал в эту шайку, Самбур? Иордан крутился сам, пока не встретил Юнигоста. Проворные пальцы этой крысы работали там, где не срабатывал язык Иордана. А потом им понадобился кто-то еще с иными талантами, которых им не хватало. Сила, мужество, храбрость, независимость, порядочность. Так, я понял. Так что они выбрали лучшего. Я был... метался между делами в тот момент, так что я дал им шанс. И, наконец, шайка начала действительно набирать вес. Но я не люблю хвастаться. О, да, я заметил, да. Смирен до мозга костей, говорит Рассибир. Давайте выберем эту реплику. Спасибо, что заметили. Людям моего уровня не нужно хвастаться навыками. Так же, как солнце, которое не должно никому доказывать свою яркость. В любом случае, я уже сказал тебе больше, чем кому-либо за последние пять лет. Так что тебе пора идти и желательно не возвращаться. Никогда. Это было настоящее удовольствие, Самбор, и большая честь. Да мне, в общем-то, все равно. Все, уходите, и в обмен на то, что я сообщу о моем местонахождении, доставьте это восхитительное блюдо Юнигосту. Его любимое блюдо — сэндвич с рулькой. Хотите, чтобы я ударил его по лицу? Я заикнулся с недоумением, спрашивает нас Самбор. Нет, нет, конечно нет. Все. Иногда глупые реплики Рассимира. Непонятно, к какому месту и что он имел в виду. Ну, все, Самбор, спасибо большое. Очень интересная, завлекательная история. Чуточку сюрреалистичное, действительно. Сейчас соберем на костерок. Есть тут что-нибудь? Блин, побольше веток нужно. Ну и приляжем с бубликом поспать, отправимся потом к Юнигосту. Доставьте бутерброд с костяшкой Юнигосту. А где у нас Юни... Ага. Здорово, Юнигост. Я разговаривал с Самбором. Он такой милый, разве нет? Спрашивает нас Юнигост. Ну, своеобразный мужичок, да? Ну, скажем, что сладчайший, как бочонок с медом. И передаем ему бутерброд с костяшкой. С фразой для вас, Самбор. Ясно. Он все же рассказал мне о моем дяде. Историю о властелине садов. У него неожиданно хорошие навыки повествования, не так ли? Да, и правда, меня это просто поразило. Однажды, клянусь, он больше года не произносил ни слова. Но когда мы сидели у костра, он вспомнил какой-то анекдот. Громко засмеялся и начал свой рассказ. Раз он был полностью немым, а потом вдруг... А потом вдруг стал церемонией местером. Повествование было настолько захватывающим, что было трудно не слушать. Он менял голоса, но закончив, он снова замолчал. Я никогда полностью не понимал эту его сторону. Ну что ж, дух театров телегромил, и он, кстати говоря, просил меня передать вам кое-что. Правда? И что это? Сэндвич со свиной рулькой? Да, это похоже на самбора. Итак, вы собираетесь доставлять? Ну, да. Да, конечно, я люблю, когда люди бьют меня по лицу. Все в округе знают об этом. Не могли бы вы сделать это бесплатно? Я полностью исчерпал свой бюджет, который дает мне пощечину. Так, я, кажется, запутался, ребята. Мы хотели передать сэндвич с рулькой. Причем тут вообще оплеуха по лицу? Ну ладно, вы шутите, я тут уже не на шутку забеспокоился. Не надо, самбор просто любит нести подобную чушь. Но если он спросит, я ему скажу, что вы меня нокаутировали просто из любопытства, что самбор рассказал вам о том, как он попал в шайку. Ой, странные вы, ребята. Сказал ли нам самбор, как он попал в шайку? Да, он сказал, что вы ищете лучших, кого можно нанять, и что он был очевидным выбором. Да, похоже на то, что он мог бы сказать что-то в этом роде. Разве это не правда? Это неприятное воспоминание, но я считаю, что вы заслуживаете знать всю историю. Мы не вербовали его, хотя я думаю, мы это и сделали, и Иордан тоже. Но это не было вопросом выбора. Когда Иордан и я начали вместе следовать миссии, мы были довольно успешны. Все шло гладко и даже слишком легко. Мы делали много хорошего, возвращая улыбки на угнетенные лица. Вот тогда мы и потеряли бдительность. Была секретная гильдия, созданная несколькими высокопоставленными рыцарями и баронами. Мы называли их торговцами. Кучка бессердечных людей, самым прибыльным их бизнесом была продажа живого товара. И нет, я сейчас не о животных. В этом царстве рабство было строго запрещено, королева была непреклонна. Что ж, у продавцов был свой набор правил, которым нужно было следовать. Они сажали их в клетки, как скот. В основном женщин и детей, вынужденных драться с крысами из-за скудного рациона, который им давали в сырой темнице, в которой их и держали. Гильдия предпочитала количество качеству, поэтому их не волновали болезни. Иногда мертвецы неделями лежали в клетках. Выживет сильнейший, точнее, живет дольше тех, кому повезло меньше. Это было просто ужасно, как по мне, вся эта троеклятая гильдия заслужила жесткую и медленную смерть. Но мы действовали иначе. Иордан очень ясно дал понять с первого дня, мы никогда не забираем ничью жизнь, это было важнейшим правилом. В любом случае, нам удалось вытащить всех. Вагоны, наполненные разбитыми людьми, даже лошади склонили головы, тоскуя. Отчаяние в воздухе было еще ядовитее, чем вонь гнилой плоти. И при этом мы забыли еще себя подстраховать. Нас поймали наемники, которые привели нас в застенки. Да, в этом ужасном месте была спрятана еще худшая комната. Торговцы не были настроены ждать, поэтому сразу же отправили своего худшего мучителя. Я был в ужасе, по-настоящему окаменел и едва мог дышать. Иордан не сказал ни слова, просто посмотрел на меня. Его глаза были расслаблены, но сосредоточены. Я понял, что он тоже хотел, чтобы я был спокойным, но я просто не мог. Он пошел первым. Палач привязал Иордана к стулу и начал раскачивать. Его кулаки были подобны наковальне. Каждый удар приводил к кровотечению или переломам костей. В считанные секунды лицо Иордана превратилось в кровавую кашицу. Единственное, что пробивалось сквозь него, это его улыбка. Это был один из многих случаев, когда я задавался вопросом, был ли он вообще человеком. Мучитель быстро понял, что для такого уникального экземпляра ему нужны другие инструменты. И пошел за своими лезвиями. Именно тогда Иордан и заговорил. Он сделал ему предложение одно за другим, но мучитель продолжал резать ему торс, как будто готовил стейк на гриле. Крови было так много, что я чувствовал ее вкус во рту. Я хотел потерять сознание, просто чтобы убежать от всего этого. Но не смог. Мое сердце колотилось слишком быстро. Вдруг мучитель остановился. Он посмотрел на меня и снова на Иордана. Это было единственное, что он сказал. Если ты лыжешь, я поступлю с ним так же. Меня уже стошнило, но Иордан только кивнул. Поэтому он развязал нас обоих и помог нам сбежать. На нашем пути было еще несколько хорошо вооруженных наемников. Нас никто не остановил, даже они боялись этого парня. Нам удалось выбраться целыми, ну, удалось выбраться живыми, скажем так. Раны Иордана не заживали неделями, и даже после этого он был так сильно изуродован, что казалось, будто к его коже пришили кольчугу. Но мы избежали смерти, и его агент стал одним из нас. Мучитель это был сам Бор, не так ли, спросим мы Юнигоста? Да. У меня нет слов. Мне очень жаль, что это случилось с вами. Ненужные извинения, говорит нам Юнигост. Путь, по которому мы шли, это был наш выбор. Мы знали о рисках. Как вам могло прийти в голову взять в отряд такого человека-то вообще? Вы думаете, что я хотел бы, чтобы этот головорез был где-нибудь рядом со мной? Я не мог замкнуть глаз из-за этого уже несколько дней. Я постоянно оборачивался, наблюдая за каждым его движением. Так почему вы его не отшили тогда? Все просто, и Иордан заключил с ним сделку. Пообещал ему единственное, что имело значение для этого зверя. И что же это было? Деньги. Намного больше, чем ему платила гильдия. Доля от каждого грабежа, совершенного нами. Но почему бы не расплатиться с ним или смыться? Иордан так не поступал. Он был мастером лжи, но когда он давал кому-то слово, он никогда не отступал. Кроме того, как мы позже выяснили, Самбор не был злым по своей природе. Он был просто настоящим солдатом. Делал то, что от него хотели. Иордан часами разговаривал с ним, объясняя лишь, наши правила поведения. Самбор ни разу не нарушал ни одного из них. Ни разу. Это невероятно, Юнигост. Я имею в виду вашу жизнь. Не думаю, что я смогу со всем этим справиться. Надеюсь, вам никогда и не придется. Я через многое прошел, и по прошествии всех этих лет я больше всего на свете жажду скучной и размеренной жизни. Ой, Юнигост. Я не из тех, кому скучно. Всегда есть чем заняться. Я рад это слышать. Тогда моя следующая просьба вам совсем не наскучит. Ой, ну что. Глину тебе или дрова? Отправляйтесь в Борово, найдите Иду и заберите у нее мою косу. Считай, что я ее уже забрал. Блин, мне бы научиться вот так же досочки расставлять. Они просто, если вы можете заметить, они как бы в землю уже втоптаны. А доски, которые рассимируют, выбрасывают из инвентаря, они как бы, ну, просто лежат на земле. А эти втоптаны так аккуратненько. Прикольно выглядят. Ну что, дорогие мои ребятушки, мы пойдем сейчас с Бубликом... А, в Борово, только совсем рядышком. Мы с Бубликом потихонечку поскакали. Вам, дорогие мои, большое спасибо за просмотр. Естественно, подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте свой фидбэк в комментариях. Буду рад. Все читаю, все смотрю, всем отвечаю, все лайкаю. Ну а на этом сегодняшнюю серию стоит закончить. Всем спасибо за просмотр еще раз. Вкусного чая и добра!